Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре. Сегодня наш вебинар посвящен проблеме интеграции АБИС и электронных библиотечных систем. И ведущим нашего сегодняшнего вебинара будет Владимир Тимофеевич Грибов, приглашенный нами эксперт. И сейчас я полностью воспроизведу все его регалии. Генеральный директор компании Data Express, кандидат экономических наук, действительный член Международной Академии Информатизации. Но прежде чем передать слово нашему спикеру, я хотел бы сделать, как всегда сказать, предварительно пару слов о том, что нас ждет в ближайшее время. Ну, во-первых, те из вас, кто подключился к нашему вебинару только что, я вам предлагаю отмотать чат в самое начало. Там приведены две важные ссылки, о которых меня все время спрашивают. Первая ссылка – это расписание наших вебинаров на все первое полугодие 2017 года. По этому расписанию вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары, которые состоятся вплоть до июня месяца текущего года. А также прямо из этого расписания посмотреть записи всех предыдущих вебинаров, которые у нас проходили. Ну и также там есть ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором хранятся записи вообще всех вебинаров, которые проводились у нас за все время существования. Вот плана вебинаров компании Direct Media. Ну и единственное, что я хотел сказать еще, это хотел вас пригласить на вебинар, который состоится следующий. Этот вебинар буду вести я. И называться он будет вот так. Я расскажу вам про нашу вторую ЭБС, книгафонд. Это будет краткое введение в ЭБС книгафонд, в то, что она из себя представляет и как с ней работать. Это очень простая ЭБС и достаточно одного вебинара, чтобы понять, как и что в ней устроено. Ну и последнее, перед тем, как передать слово, я хотел бы сообщить тем из вас, кто не знает, что все присутствующие на вебинаре автоматически получат электронный сертификат участника. Вам на вашу почту, на ту почту, под которой вы зарегистрировались, придет письмо со ссылкой. Перейдя по этой ссылке, вы должны будете вновь зарегистрироваться. И после этого получите ссылку на скачивание электронного, именного электронного сертификата, который можно распечатать и повесить под рамочку. Ну а сейчас я хотел бы передать слово Владимиру Тимофеевичу. Тема, которую он осветит, очень для нас актуальна. Я хочу обратить внимание, что университетская библиотека онлайн интегрирована с АБИС Мега Про. Подробно я это освещать не буду. Вообще-то у нас сегодня планировался Константин Николаевич еще как первый со-ведущий. Но он неожиданно оказался в дальней командировке. И поэтому вот вся тяжесть сегодня, вся ответственность ложится на Владимира Тимофеевича. Но я надеюсь, что его интересная презентация пояснит нам сегодня все моменты интеграции. И в узком, и в широком смысле этого слова. Владимир Тимофеевич, я передаю вам слово. Спасибо, я ухожу из эфира. До свидания, коллеги. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, видна перед вами начальная страница презентации. Итак, презентация посвящена и докладную, посвящен вопросам, связанным с интеграционными решениями для библиотек. Но прежде чем говорить о деталях и глубине вопроса, хотелось бы, так как речь идет о больших системах, автоматизированной библиотечной системы, электронной библиотечной системы, посвятить несколько слов, ну, некоторым таким общим вопросам. А именно, вот задавались ли вы вопросом, а что должны решать, собственно, автоматизированные библиотечные системы сегодня. Вот мы сформулировали несколько позиций, важнейших для того, чтобы некое программное средство называлось автоматизированной библиотечной системой. Что она должна делать? Она должна, эта система, автоматизировать технологические процессы в библиотеке и на уровне каждого рабочего места и на уровне библиотеки в целом. Любая библиотека – это сложный механизм со сложными взаимосвязями, с движениями информационных потоков, с движениями материальных ресурсов, финансов и так далее. И это все требует, естественно, координации и автоматизации деятелей. Следующая задача, которую должны решать библиотечные системы, это, конечно, вопросы создания ресурсов, управления ими и предоставления доступа к ним. Сюда же очень важный вопрос защиты электронных информационных ресурсов и конфиденциальной информации, к которой, прежде всего, относятся персональные данные, и взаимодействие интеграции с другими информационными системами, сервисами, поставщиками контента. И современными тенденциями в области автоматизации библиотек как раз и является переход на использование вот таких современных полнофункциональных, многофункциональных библиотечных систем нового поколения. Сейчас уже идет четвертое поколение библиотечных систем. И реализация интеграции этих систем с другими информационными системами организации, ну, ВУЗа. И реализация интеграции библиотечных систем с внешними информационными системами, сервисами и поставщиками ресурсов. Видите, из трех предложений два касаются вопросов интеграции, поэтому, конечно, хотелось бы понять, а, собственно, что она дает, эта интеграция. Вот что она дает. Она обеспечивает единство информационного пространства и библиотеки ВУЗа в целом, повышение эффективности и удобства работы пользователями. Интеграция позволяет расширить поисковые возможности информационной системы, подключив к ней возможности внешних поставщиков информации, а также возможность использования дополнительно информационных сервисов, которые предоставляются внешними компаниями. Если речь идет об интеграции на уровне организации, то это возможность эффективного решения общевузовских задач управления, контроля, планирования, защиты ресурсов. И за счет интеграции, возможно, и часто это происходит, достигается некий системный эффект. Это когда результат превышает сумму входящих в него элементов. Вот такие системные эффекты в виде, прежде всего, новых сервисов и возможностей позволяют интеграционные решения. Можно посмотреть на эту проблему еще вот с какой стороны. Вот тот рисунок, который перед вами представлен, использование функционала библиотечной системы, он поясняет такое правило, практическое, так сказать, выведенное из практики, что 80% библиотек используют только 20% функционала библиотечных систем. Почему так? Потому что при всем том, что библиотеки во многом схожи в своих технологических процессах, они имеют каждую свою уникальность и каждое требуется что-то свое. То есть вот эти 20% они у каждой библиотеки свои. Но чтобы библиотечная система охватывала и давала возможность работать и одной библиотеке, и второй, и третьей, и шестой, и так далее, функционал, который вам предоставляется, должен быть вот как вот этот оранжевый овал. То есть он должен закрывать, покрывать то, что требуется каждой библиотеке. Но время-то идет, и библиотеки развиваются, и ставятся новые задачи, которых не было раньше. Например, еще там, буквально 10 лет назад никто серьезнее говорил об электронных ресурсах. Задачи, например, из новых, это то, что связано с книгобеспеченностью, с новыми вбоссами, с квалификационными работами. То есть библиотеки стремятся все время выйти за пределы того функционала, который у них имеется. Библиотечных систем, функционал библиотечных систем. И как дальше разработчикам поступать. Либо делать вот еще большую систему, еще более сложную, еще более насыщенную, а значит дорогую. Либо пойти по другому пути. Использовать вопросы интеграции и взаимодействия с другими информационными системами для решения тех задач, которые выходят за пределы привычного функционала системы. Именно по такому пути мы пошли в нашей библиотечной системе Мегапрон. В двух словах я напомню, о чем идет речь. То есть это автоматизированная, интегрированная библиотечная система, которая является универсальной информационной системой нового поколения, полностью построенной на основе веб-технологии. Она обеспечивает комплекс к астр internships, технологии, управление всеми видами ресурсов. Обеспечивает успешно создание собственных электронных библиотек, электронных библиотечных систем, работу с внешними ресурсами, обеспечивает возможность интеграции с другими информационными системами и обеспечивает защиту электронных ресурсов и персональных данных, конфиденциальной информации. Архитектурно система решена на базе терзвенной архитектуры, которая позволяет обеспечивать доступ к любой функции системы с помощью стандартного веб-браузера. То есть вы на своем компьютере ничего не инсталлируете, сама система находится на сервере ВУЗа или сервере библиотеки или вообще может быть в облаке. А доступ к этому происходит через стандартный веб-браузер, интернет-эксплорер, хром и так далее. Для того, чтобы успешно работать, функционал системы поделен на модули, то есть используется такой модульный принцип, который мы считаем наиболее оптимальным, очень удобным для библиотек. И вот здесь на экране представлены все модули, их 10. 8 из них с 1 по 8 являются основными, 9, 10 и дополнительно. Политационная работа, я о нем еще скажу. И хранилища, это для совсем больших библиотек, где автоматизированы рабочие места в хранилище. И доступ к каждому модулю системы производится либо из локальной расширительной сети, либо из любой точки интернета. Причем, еще раз добавлю, речь идет не только о доступе к презентационному модулю, который предназначен для читателя, в данном случае это электронная библиотека, но и к любому другому функциональному модулю системы. Из любой точки интернета или из локальной расширительной сети. И естественно мы уделяем и будем уделять большое внимание вопросам интеграции нашей библиотечной системы с другими системами, поставщиками контента. И мы идем здесь по шести позициям на сегодняшний день. Это первое, дешевные переходы во внешние электронные библиотечные системы, то о чем будем сегодня говорить. Но также затронем другие моменты интеграции, это с поисковыми дискабри-сервисами, шлюзы сводные в корпоративные каталоги, интеграция с важнейшими федеральными отраслевыми системами, дешевные переходы не только в информационные системы, но и в информационные сервисы, и интеграцию с другими информационными системами организации. Причем для демонстрации возможностей мы будем использовать скриншоты одного из наших партнеров. Это научная библиотека Российского университета Дружбы народов, это наш один из таких передовых форпостов, что называется. И там на базе нашей библиотечной системы, на базе USMegaPro, развернута собственная электронная библиотечная система ВУЗа, электронная библиотечная система РУДН, которая позволяет предоставить множество сервисов читателям. Прежде всего поисковые сервисы, то есть вот здесь на экране представлены скриншоты основных поисковых режимов. Это простой поиск, когда вы ищете единой строкой, как в Google или в Яндексе. Поиск расширенный, когда вы можете задавать различные условия и обеспечивать более сложные элементы для достижения результатов. Есть поиск по словарям, есть поиск сквозной, когда вы можете по всем базам данных, которые имеются в библиотеке, произвести сразу поиск одновременно во всех этих источниках. Также есть поиск по ассоциативные, то есть похожих документах, по индексам классификации, так сказать, это производится, ну то есть много-много чего. И вот к этому много добавляется еще новая возможность, а именно бешеный переход в электронную библиотечную систему. Посылом к реализации этого сервиса явилось такое, что если зайти на сайт любой библиотеки, особенно крупной, вузовской, вот там увидишь множество окон доступа в разные ресурсы. И к ресурсам самой библиотеки, к ресурсам одной бы, второй, третьей, пятой, это отдельные, как правило, кнопки. И заходишь туда, у каждого, значит, там информационной системы свой интерфейс, результаты поиска не сопоставить, так сказать, друг другом не коррелируются никоим образом. И читать, ну что, надо войти во все эти там 5 или 10 мест, чтобы найти нужную ему книгу или там, так сказать, другое издание. Вот чтобы этот негатив убрать, мы реализовали бесшовный переход в электронную библиотечную систему. Это возможность доступа читателя из электронного каталога библиотеки непосредственно к электронному ресурсу внешней электронной библиотечной системы, без дополнительной авторизации. И таким образом электронный каталог библиотеки становится единым окном доступа как собственным ресурсам библиотеки, так и внешним электронным ресурсам. И очень важно, что электронные ресурсы, при этом бесшовном переходе, которые принадлежат внешней ИПС, участвуют в процессах формирования статистики и других отчетных данных по книгобеспеченности. Это очень важно. Что же нужно для того, чтобы бесшовный переход был реализован? Для этого поставщик ЭБС и разработчик библиотечной системы реализуют некий протокол взаимодействия двух систем и соответствующие программные решения. Другой необходимой составляющей является то, что поставщик ЭБС передает библиотеке базу данных в маркформате того, на что библиотека подписана. И каждая запись в этой базе данных содержит определенный ключ секретов. А в библиотечной системе добавляется разработчикам библиотечной системы специальный дешифратор этого ключа, который позволяет его преобразовать в адрес, ссылочку для доступа к документам внешней ЭБС. Вот это все может быть прозвучало где-то мудренно, где-то действительно непростая задача. И одно из первых, мы вот ее решали с ЭБС, университетской библиотекой онлайн, нашли с ними протокол взаимодействия, сделали, так сказать, передают они базу данных и сделали на дешифратор. И вот получается такой результат. Вот на примере того, как это работает в ЭБС Рудрея. Вот благодаря тем поисковым возможностям, которые заложены в ЭБС, в нашей системе Мегапром, читатель нашел какие-то интересующие его книги. Вот даже красным помечены, значит, ЭБС университетской библиотеки онлайн. То есть видно, что эти издания, они не являются изданиями, принадлежащими ему Рудрея. Это издание, которое предлагает ЭБС университетской библиотеки онлайн. Что дальше? Дальше читатель нажимает кнопочку «Читать» и без всякой дополнительной авторизации или каких-то дополнительных операций производится его проброс к порталу электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн конкретно в описание вот этого документа. И здесь есть кнопочка «Читать». Нажал на нее и попал уже в интерфейс чтения конкретного электронного документа. Здесь уже, так сказать, все операции делаются на базе того функционала, который в самой ЭБС. Ну, все это, видите, очень удобно, быстро и без дополнительных каких-то авторизаций. Если мы вернемся назад, просто повторю, нажал «Читать» и сразу сюда попадаешь, нажал и попадаешь в просмотр документа. Очень удобно, очень быстро, очень эффективно. При этом, повторюсь, что данные, то есть вот эти вот электронные ресурсы, которые не принадлежат библиотеке, они при этом участвуют в подготовке отчетных и статистических данных по книгобеспеченности. Для этого у нас есть модуль книгобеспеченности, Мегапро, который предоставляет большое количество всяких отчетных данных. Ну, с этим можно познакомиться, я об этом скажу еще чуть позже. Но бесшовный переход – это не единственный вариант взаимодействия, который позволяет сделать единое окно доступа к ресурсам. Мы недавно реализовали новый такой сервис, он называется «Поисковый Discovery Service». Что это такое? Discovery Service – это распределенный сквозной поиск в собственных ресурсах библиотеки и внешних ЭБС в рамках единого окна. При этом результаты поиска выводятся в общий список, и результаты эти могут быть ранжированы. То есть библиотека, в зависимости от своих пожеланий, может сказать, что первыми выставлять результаты, которые, допустим, принадлежат собственной электронной библиотеке вуза, или университетской библиотеке онлайн, или другому какому-то ресурсу, например, бесплатные какие-то ресурсы. Это все как библиотека хочет. И при этом из вот этого общего списка читатель производит доступ к электронному ресурсу, вот этого внешнего источника, без дополнительной авторизации. Но очень важный момент, что при Discovery Service внешние электронные ресурсы не участвуют в процессах автоматизированного формирования данных по обеспеченности литературы учебного процесса. Теперь посмотрим, как это работает. Вот на базе той же научной библиотеки РУДН развернут Discovery Service, который называется Библиопоиск. Его основу, то Библиопоиск, написали не мы, это компания Радуга Лик. Они написали вот такой облачный сервис, к которому мы сделали интеграцию. Если вы видите, слева есть такой столбик источники. Вот там я выделил университетская библиотека онлайн и ЭБС РУДН. Но там еще много разных источников, но обратимся к этим. То есть читатель может искать где угодно. Вот он вводит поисковый запрос и нажимает на кнопочку и попадает. Например, вот он попал в список результатов, и там написано, что результат находится в ЭБС РУДН. Нажимает на кнопочку и попадает в ЭБС РУДН. Это Мегапро, и здесь попадает в конкретный вот этот документ. Если этот документ представлен только в печатном виде, то читатель может здесь же его заказать. Если этот документ представлен в электронном виде, то может нажать на кнопочку и увидеть электронный ресурс. Причем то, что касается ЭБС РУДН, там у нас реализован защищенный просмотр электронных ресурсов. То есть специальный вьюер есть в Мегапро, который позволяет видеть электронный документ, но при этом не позволяет его копировать, накладывает водяной знак в виде слов «защищенный просмотр». Или там могут быть слова, связанные с названием библиотеки и названием правообладателя. Сюда же выводится номер читательского билета. Это для особенно продвинутых студентов, которые могут сфотографировать это и где-то там в сетях выложить, чтобы вот здесь, как говорится, было видно, кто это сделал. Ну и здесь, в этом защищенном просмотре, есть много разных интересных функций, ну где-то имитирующих работу с печатной книгой, то есть только закладки, пометки и так далее, и переходы на конкретную страницу, все это есть. Но это если читатель перешел в издание, которое пронежит ЭБС РДФ. А если он, например, находится в списке поиска, результатов поиска, там написано, что какая-то книжка в университетской библиотеке ООН. Он нажимает и переходит на электронный документ в университетской библиотеке онлайн. Так же, как это делается при обешенном переходе. Вот такой новый сервис, он идет как, ну, можно сказать, развитие, дополнение. Нельзя сказать, что это либо то, либо то, либо дискавери, либо обешенный переход. Это два отдельных направления, которые имеют свои плюсы и есть некоторые минусы, но дискавери сервис не дает возможности по книгообеспеченности, по крайней мере, пока. Но тоже достаточно интересно такое решение. Хотелось бы еще несколько слов сказать про другие варианты интеграции, которые реализованы в Мегапро. Это прежде всего интеграция с федеральными отраслевыми информационными системами. Значит, у нас сделаны шлюзы сводных каталогов библиотек России для импорта библиографических записей. В принципе, вещь, которая, может быть, не очень активно спрашивается вузовскими библиотеками, но, наверное, напрасно, потому что СКБР предоставляет достаточно сейчас в оперативном режиме хорошего качества записи и можно их оттуда доставать. Непосредственно, так сказать, в электронный каталог библиотеки. И более того, СКБР работает в Мусмарке, и если ваша библиотека работает в Мусмарке 20 дней, то происходит автоматическая конвертация. Плюс из элементов интеграции у нас есть API, ну, это, так сказать, некий протокол взаимодействия для обеспечения взаимодействия с информационной системой ЭКОПСОН, электронный каталог библиотеки сферы образования и науки. Наверняка большинству из участников вебинара этот проект знаком, этот ресурс знаком. Ресурс, который ведет, ну, как бы, создавался под эгидой ГПНТБ России и ведется имиджем. Плюс мы в прошлом году реализовали взаимодействие в коннектор с национальной электронной библиотекой. Поэтому, если кто работает, в Мегапрото, такой коннектор есть. И он, правда, исходит не от нас, а от них, и, по-моему, проставляется бесплатно. Я же таких подробностей не знаю. Но самое главное, он и есть. А вот, что касается шлюзов, сводный каталог библиотеки России, здесь, как я вам показал. То есть, это пример интеграции, уже предназначенный не для читателей, а для профессионалов. У нас есть каталогизация, где происходят процессы создания электронных каталогов. И здесь есть специальный такой режим, это сводный каталог библиотеки России. Вы нажимаете на соответствующую кнопочку, подведенную красным овальчиком, и попадаете в шлюз, где можете искать необходимое вам издание, а найдя, нажимаете на кнопочку загрузить. И эти издания попадают сразу в электронный каталог вашей библиотеки, минуя там все эти, так сказать, вопросы переспрашивания, авторизации и так далее. Все происходит автоматически. Причем, еще раз повторяю, если вы работаете в марке 21, то из Росмарка СКБР происходит автоматическая конвертация. То есть, вот таким образом происходит загрузка. То есть, самим ничего набирать не надо, можно заимствовать записи, созданные другими. Кстати, такую интеграцию можно сделать и не с СКБР, а с другими ресурсами, но СКБР это один из таких наиболее авторитетов. Еще один момент, который хотелось бы мне в своей презентации обозначить, это работа с выпускными конвертационными работами, работа с работами, но так получилось. Значит, у нас такое видение на создание электронной библиотеки ВКР, что все-таки большую часть работы по созданию этой электронной библиотеки должны выполнять преподаватели в ГУС. Но у преподавателей должен быть соответствующий инструмент. И такой инструмент мы сделали. Этот инструмент называется модуль квалификационной работы, в котором преподаватель может создавать описание, загружать, значит, создавать описание квалификационных работ, загружать сами работы. И более того, он там может и проверить работу на наличие плагиата. Вот для этого у нас сделана интеграция с таким сервисом рук-контекст, который является сервисом проверки на наличие заимствования. И вот это все, квалификационные работы, значит, этот модуль можно с некоторыми ограничениями, но использовать независимо от того, какая библиотечная система используется в вашей библиотеке. Интеграция с сервисом поиска плагиата, она производится у нас на двух уровнях, то есть есть возможность предварительной проверки, то есть когда пользователь, студент в модуле электронной библиотеки может просто подкрузить свою работу и проверить ее на плагиат. Есть официальная часть, это окончательная проверка на заимствование, которая производится преподавателем модуле квалификационной работы. При этом сама квалификационная работа может быть включена в общий индекс проверки на заимствование, чтобы не выдавали работы кто-то создал, что называется, прошлогоднюю и выдает ее за новую. Чтобы этого не было, есть включение в общий индекс. Но в качестве иллюстрации таких скриншотов хотел бы показать, вот если студент работает в модуле электронной библиотеки, то у него есть специальная кнопочка проверка на наличие заимствования, нажимая на кнопочку, загружается документ, он отправляется, вернее его индекс и у контекста выдается результат. А в модуле коэффициентной работы преподаватель по тому же принципу нажимает на кнопочку, производится переход за счет интеграции с контекстом и возврат результат. Что еще есть в модуле коэффициентной работы? Во-первых, гибкая форма, гибкая настройка визуальной формы описания работы. Есть возможность загрузки нескольких электронных ресурсов к описанию работы. Это результатом коэффициентной работы в деятельности студента может быть не только сама работа как таковая, нечего, может быть какой-то аудио, видеоматериал, особенно важный для творческих вузов, еще какие-то материалы, рецензии, обложки и так далее. Вы можете задать, что для описания нужно, чтобы присутствовало то-то, 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 и пока она не будет присутствовать, считается, что описание не завершено, и эта коэффициентная работа не показывается в электронной библиотеке, она доступна только преподавателя. При этом проверяются форматы, проверяется количество, то-то, это все отрабатывается, но вот эти все вещи, параметры все в системе настраивают. То-то, этот модер у нас тоже достаточно такой спрашиваемый, особенно в вузах, ну, не особенно, конечно же, в вузах. Следующий элемент, следующий момент интеграции, который хотелось бы осветить, это интеграция с виртуальными обучающими средами, но, прежде всего, с модом, могут быть и с другими. Интеграция достигается за счет того, что, ну, какой посыл, это чтобы в списке рекомендуемой литературы, которая есть в любой обучающей среде, не просто были пассивные названия изданий, а чтобы это были ссылки, по которым можно было перейти сразу к этому изданию. Но для этого вот у нас среализовано, чтобы специальным образом некие элементы добавлялись в раздел рекомендуемой литературы, ссылки, и дальше нажимаешь и переходишь к этому ресурсу. Вот для этого у нас на базе той же РДН можно увидеть, есть специальный режим, который есть только у преподавателя, студенты это не могут увидеть, а вот если преподаватель со специальными правами заходит, находит какое-то издание, то ему выдается обведенный овалом такая ссылочка, выдается некая такая абракадабра, которой не надо в ней разбираться, ее надо просто копировать, копипаст, и переносить ее в список рекомендуемой литературы, той же модул. И дальше, когда уже студент будет смотреть этот список, он нажмет и попадет в это же издание ВПС РУДМ. И если у него есть права, он дальше может его прочитать, либо может заказать, если это издание не электронное, а печатное. Тоже очень интересная вещь, и все это в библиотеке РУДМ сделано. Хотелось бы еще буквально несколько слов сказать о тех новых возможностях для прежде всего читателей библиотек, которые мы реализовали в последнее время. Это первая виртуальная клавиатура, которую мы реализовали для того, чтобы можно было удобно вводить издание не на русском, не на английском языке, а на сложных языках, где клавиатуру редко найдешь и что там, так сказать, в эмуляторе находить тоже трудно. Вот, например, если в фонде библиотеки находится какая-то греческая литература, не литература, даже на языках народов России, майвийский язык, татарский язык и так далее, клавиатуру найти достаточно сложно и найти вот эти вот, так сказать, где находить специфические символы трудно, но, чтобы этих трудностей избежать, мы сделали вот такую актуальную клавиатуру. Более 40 языков она поддерживает, здесь на экране представлена клавиатура греческого языка, но их более 40, и здесь и татарские, и румынские, и так далее, и так далее, здесь очень-очень много всего, и эта вещь расширяется. Следующая из новинок, это кликабельные результаты поиска. Смысл в том, что экран выдачи результатов, допустим, вам выдается описание, там, автор, название, ключевые слова, чтобы вот эти термы не были пассивными, а чтобы по ним дальше можно было проводить поиск. Допустим, вышел какой-то терм там, культурология, вы на него нажимаете, и все издания по культурологии вам становятся видны. Там вы увидите какой-то другой, там, знакомый автор, или знакомая, так сказать, ну, не знакомая, а другой какой-то ключевой словом, уточняющий запрос, нажимаете на него, и проходите следующий этап поиска, следующую операцию. Очень удобно, современно, эффективно. Вот такую вещь мы реализовали. Следующий момент, это работа с редкими книгами. Есть у нас, конечно, целый функционал работы в модуле каталогизации для ввода информации о редких книгах с учетом по дезинкратности и так далее, и так далее. Для того, чтобы читатель имел возможность увидеть описание редкой книги, для этого есть специальный режим, при просмотре литературы, списком найденной литературы, если описание идет редкого издания, то там название редкая книга. Нажимаем и выводим то, что в середине и нижней части экрана, то есть описание, относящееся к конкретным элементарным номерам, то есть конкретным экземплярам издания. И здесь и какая обложка, и какой переплет, и откуда. этот экземпляр появился в этой библиотеке и так далее, и так далее. Вот вся необходимая информация присутствует. И последнее, что мы реализовали буквально совсем недавно, это мобильную версию, модуль электронных библиотек. Дело в том, что, конечно, любой модуль нашей библиотечной системы, он доступен из интернета, и в принципе можно и на мобильном телефоне посмотреть любой из них. Но формат подачи, он не соответствует тому маленькому экрану, который у вас есть на смартфонах. Вот поэтому есть эти мобильные версии. Вот мы знаем, что мобильные версии есть и у университетской библиотеки онлайн, так сказать, у многих сервисов, которые, так сказать, используют библиотеки. И мы считаем совершенно логичным, что сервис доступа к электронным ресурсам библиотеки, к электронному каталогу, он тоже должен поддерживаться и для таких маленьких экранов, какими являются экраны смартфона. И здесь в этих инвестрациях видно, что и как выдается издание, как можно осуществлять виды, какие поиски, простой поиск, сквозной поиск по нескольким базам данных, поиск словарям, которые могут быть ключевые слова и так далее. При этом есть личный кабинет с функциями личного кабинета, заказанный, можно заказать, можно отследить, можно озвучиться. Все, что библиотека предоставляет с большим модулем электронной библиотеки, здесь, можно реализовать и на этом маленьком экране. В принципе, все это можно посмотреть, все эти решения на наших сайтах. Для этого вы можете использовать два источника. Это описание, актуальную информацию вы можете посмотреть на сайте компании DataExpress.ru. Также вы можете посмотреть презентации каждого модуля библиотечной системы Megapro. Причем это описание не презентационной, а скорее обучающей. То есть там указано в каких режимах работает каждый модуль, что он позволяет, какие там есть особенности и так далее. Но есть у нас еще и возможность знакомства с работой системы в режиме онлайн. Вы можете сами посмотреть, как это работает, протестировать возможности. Для этого есть специальный ресурс Megapro. Soft.ru, где размещена библиотечная система, это наше облако, и там вы можете вручную посмотреть, своими руками попробовать любой из режимов. Ну и также можете познакомиться с опытом внедрения на сайтах наших библиотек пользователей. Ну, наверное, это в основном все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание и так как большинство библиотекарей это, конечно, женщины, разрешите поздравить вас наступающим 8 марта, пожелать всего самого-самого наилучшего. Я готов ответить на ваши вопросы. Так, что требуется одну для этого я не знаю. Будьте добры, посмотрите по ходу чата были вопросы. Да, ну, вопрос немного трещит, это ничего страшного, да. Так, можно отключить собственные работы преподавателя в общий книгафон. Такой вопрос. Ну, конечно, конечно. То есть надо только решить с ним правовые вопросы с преподавателем, но, как правило, в вузах они решаются на этапе заключения трудового договора, там указывается, что все, что создал преподаватель в течение срока и услуг в вузе, все это принадлежит в вузах. здесь никаких проблем нет. Более того, в системе у нас предусмотрена возможность фиксации даты действия лицензии на доступ к электронному документу. То есть, если дата это пройдена, то доступа уже не будет. Так, отмеряем ли данные фонда с фондом илайбрери. Значит, с илайбрери в режиме бесшовного перехода не реализовано взаимодействие, а вот в дискабре сервисе это и есть. То есть, это тоже можно использовать в качестве единого отна доступа. Так, что еще? Так, больше вопросов не вижу. Есть еще вопрос? Аудиокниги входят в фонд? Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, потому что наполнением информационных фондов занимаемся не мы. Это, вот, скорее, вопросы к университетской библиотеке онлайн. Наверняка, у них, вы видите, все вещи есть. Так, можно ли презентацию скачать? Но, обратитесь либо напишите нам письмо info.dat.express.ru и мы вам перешлем. Либо обратитесь к университетской библиотеке онлайн. Я думаю, что вот эта система, через которую мы вещаем, она позволяет и сохранить, и отправить вам это описание, так сказать, описание, ну, вернее, не описание, а презентацию. Так, конвертируется ли библиотекистическая запись из Руслана в Мегапро? Без проблем. В Руслане, насколько мы знаем, там Русмарк, и в Мегапро это конвертируется, то есть тут никаких совершенно вещей проблемных мы не видим. Более того, есть библиотеки, которые с Руслана перешли на Мегапро, и тут таких. Так, совместимо ли Мегапро с RFID-технологиями? Конечно, совместимо, то есть у нас есть, ну, порядка десятков библиотек, где используется RFID-оборудование, и мы используем для взаимодействия с нашей с Мегапро, там, специальный программный продукт, еще докупается это приложение Мегарфид, которое обеспечит это взаимодействие. Так что, если какие-то такие вопросы есть, обращайтесь к нам напрямую, плюс мы можем порекомендовать вам у поставщиков какие-то оборудования и так далее. Из последних это RFID-оборудование приобрела библиотека РГБУ Российского Государственного Университета, Гуманитарного Университета, и там вы можете это посмотреть. Так, какой объем подключенных к LKR внешних файлов? Какой объем? Да, объем собственно не ограничивается. Вот, если говорить о количестве, сколько подключите, столько подключите. Это задается при настройке. То есть, вы при настройке указываете, что вы хотите к описанию проявляционной работы видеть саму работу и указываете в PDF-файле. Хотите видеть сопроводительный материал какой-то и там указываете в каком формате. Если у вас, еще раз повторю, допустим, творческий вуз, и вам надо, чтобы это было там, радиозапись чего-то там или видеозапись, вы пишите там, значит, MP4 и, так сказать, что это должно быть. рецензия в PDF-файле, вот тоже фиксируем. И так далее. И пока не будет этот полный набор соблюден, значит, указанная работа не считается описанной до конца. Вот ответил Павел Юрьевич, что презентацию можно скачать прямо здесь. Значит, еще раз обращу ваше внимание, что презентацию, вот этой презентации, конечно, она только здесь может быть скачена, либо я могу напрямую выслать, а так презентации Мега-Про, презентации всех модулей, все это на сайте www.dataexpress.ru все это там присутствует. Так, какие еще вопросы? Может быть, я что-то посмотрел. Пока вопросов новых я не вижу. не стесняйтесь задавать. Ну, вот вижу на так, ну да, так сказать, снова вопросов безусловно много вопросов не ответил. Ну, пока вот говорится, так сказать, опять прокомментирую по поводу конвертации ресурсов. Значит, ну, библиографические ресурсы без проблем. Значит, связи с электронными ресурсами тоже там проблем больших не будет. особенно, значит, у нас хорошо реализовано, значит, все и отработаны вопросы перехода с маркой сквери. Но, в принципе, значит, можно переходить с любой генетичной системы. То есть, у нас конвертации выруется, пожалуйста, и с Ильдеса, и с Русланом, и там, с Апсотеки, и с Хабудро. Так, есть, если в модуле ВКР вместо РУПТОНТ антиплагиат будет, какое совмещение возможно, потом мы готовы. Значит, пока у нас антиплагиат, но имеется в виду антиплагиат РУП, мы не сделали такое взаимодействие, и пока мы, так сказать, ориентируемся на РУП, контекст. Пока даже в планах у нас этот объект не стоит. Почему и от чего? Ну, это, наверное, предмет дополнительной беседы, и я думаю, что это не может быть предметом данного мероприятия, оно посвящено немножко другим вопросам. Что еще? Ну, вижу здесь поздравления женщин, но могу только к нему присоединиться. Большой важный вопрос с половниками. Так, вопросов нижего. Еще раз повторю, если вы не успели какой-то вопрос формулировать, или, знаете, бывает, умная мысль приходит после, да, то, пожалуйста, еще раз обращайтесь на ресурсы, обращайтесь к адресу к нам, я сейчас высвечу на экране, вот, так сказать, и снова наши площадки в интернете, значит, обращайтесь, там все есть данные, значит, по адресам, email, и обращайтесь к нам, никаких проблем не с ним. Ну, первый адрес это info.sobachka.gata.express.ru обращайтесь к нам. Коллеги, ну что, если вопросов больше нет, давайте поблагодарим Владимира Тимофеевича за такое подробное и интересное, интересный вебинар. я присоединяюсь к его поздравлениям с наступающим праздником 8 марта, поздравляю вас тоже всех от себя лично и от команды Директ Медиа. Ну, и последнее, что хочу сказать, ответить на тот вопрос, который прозвучал по поводу скачки вебинара, если кто-то не знает, значит, сделать это можно следующим образом. Наверху, в правом верхнем углу у вас есть значки управления, поднятая рука, смайлик и следующий третий значок в виде открывающейся желтой папки. Если вы нажмете на него, то у вас откроется окошко ресурсы. И в этом окошке вы увидите три наших ссылки и презентацию. Чтобы скачать презентацию, надо нажать на изображение дискетки рядом с названием презентации. Тогда файл можно скачать прямо на ваш компьютер. Так что, кто спрашивал про презентацию, вот, пользуйтесь прямо этим способом. Коллеги, ну что ж, спасибо вам огромное за то, что пришли, и Владимиру Тимофеевичу спасибо за проведенный вебинар. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам. Спасибо вам. за субтитры DimaTorzok